вообще у меня социологическое образование профилем рекламным реклама родила вот это увлечение городской средой вот этим каким-то качеством городской жизни я глубоко ушел в дизайн ну то есть создал прям студию студию тоже с партнерами с моими друзьями она проработала наверное лет пять имела много разных проектов в том числе цивилизованный город и еда как бы перманентно было все равно как как увлечение как увлечение фотографии мое хобби она привлекла моего первого партнера по еле худели еще это кости дороги который не искал хватит уже фотографировать в инстаграм давай всерьез готовить еду и продавать это был такой стартап в чистом виде наверно на стартап с наукой с изобретениями прям реально то есть это там эти наши автоматические холодильники это был франчайзинг в том числе да то есть тоже как направление опыт потрясающий еле худели дало возможность посмотреть наверное одновременно как работают 40 ресторанов нам не хватало на самом деле место мне моим друзьям то есть тем кого мы четко видели вот целевыми гостями нам мы чувствовали что не хватает именно пространство где эти люди в один момент должны появиться и как можно реже оттуда уходить мы знали две базовые вещи главные то есть мы знали что это будут макароны и что это будет не гламурно никаких вот этих кальянов вот этих никаких золотых люстр и прочих гобелинов мне нужно было вот для партнеров создать такой pdf документ где я изображаю вообще чего мы хотим и на третьей по моему страницами тут как бы я подошел к тому что мне нужно было четко показать чего мы собираемся делать не имея архитектурного проекта имея только картинки макарон да и потом ну щелкает что это же были наши то есть фиат 124 жигули копейка как такой образ романтического чего-то такого теплого понятного всем придумали в италии приготовили в россии нам было просто есть база есть карбонара есть полонеза есть паста с морепродуктами ну и не может не быть если мы заявляем что мы такой как храм пасты вот за год мы не слабо так смогли реализовать 33 тысячи порций пасты мы постепенно да как-то чё-то готовились морально уже потому что это шло вот таким как волной куда песчаная буря вышел указ первое что сделали собрали команду всю объяснили что нужно работать будет сейчас вот в таком-то таком-то режиме и по-другому мы работать не сможем мы сократили процентов наверное на 25 на 30 мы сократили фон заработка но позволили работать мы перешли в доставку мы перешли в режим самовыноса самовывоза это какой-то блокбастер с несколькими сериями то есть серия при апреле есть серия май где уже даже гости привыкли к этому формату здесь было ощущение что это конечно то есть это не на всю жизнь как есть какие-то там истории там столичные как они все кричат вопят как все плохо как мы сейчас все умрем ну мы вот точно не из этих сели стали работать дальше плюсов у нас таких базовых я выделил 5 реально позитивных моментов появились новые блюда которые реально такие дети карантина появился телеграм-бот электронный прием заказов мы стали знать уметь как чего доставлять я увидел что мы можем мобилизоваться прям быстренько тык-тык-тык знаете как надо стол перенести или шкаф или там что-либо то есть это как муравьи подбежали чик схватили и потащили и вот вот это круто успех это побочный продукт дизайна и действительно когда ты заборачиваешься когда ты думаешь о дизайне а не об искусстве когда ты не творишь художником дизайн должен быть функциональным если ты сделал все функционально красиво у тебя все и по полкам это в этом удобно работать в этом удобно находиться в этом хочется быть всегда